ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вот тена, а мы уже приготовились. Министерство внутренних дел опровергло информацию о том, что дорожные камеры в скором времени начнут штрафовать водителей за невключенный ближний свет фар днём или ходовые огни. Да, на это нарушение сотрудники ДПС обращают внимание и штрафуют водителей на 500 рублей. Однако разговора о том, чтобы наделить такими полномочиями комплексы фото-видеофиксации, ещё не было. Несколько дней назад, добавлю, сообщалось, что за невключённые фары начнут наказывать в дюжине регионов, в том числе Москве, Ульяновске, Твери и Волгограде. ТРАССА 101 Российский Минюст и Федеральная служба судебных приставов работают над созданием системы, при которой долги по штрафам ГИБДД будут автоматически списываться со счетов граждан. О сроках её внедрения не говорится. Чиновники успокаивают. Беспределить никто не собирается. У нарушителей по-прежнему будут 10 дней на обжалование взыскания и 2 месяца на его погашение. 50-процентная скидка в течение первых 20 дней останется актуальной. Правозащитники, однако, настроены не так оптимистично. По их словам, человек может и не подозревать о том, что за ним числится штраф. ТРАССА 101 Мы знаем, что в последнее время в рамках федеральной программы на ремонт дорог в России тратятся десятки миллиардов рублей. Мало кто задумывается, а сколько денег уходит на разработку всевозможной документации. По данным счётной палаты, за последние 6 лет Росавтодор потратил на бумажки чуть ли не 4 миллиарда рублей. И это только документы, в которых описываются инновационные технологии для ремонта дорожного полотна. Аудиторы считают, что эти траты можно сократить, сосредоточив усилия на реальной работе. ТРАССА 101 Компания Hyundai в начале осени запустит производство своего самого маленького кроссовера. Длина модели под названием «Каспер» – 3 метра 60 сантиметров, ширина – метр шестьдесят. Будет ли авто продаваться в России, пока неизвестно. В линейку двигателей войдёт однолитровый трёхцилиндровый бензиновый мотор мощностью 86 лошадиных сил, трансмиссия механика, либо автомат. В перечне опций – система распределения тормозных усилий, задний парктроник, салонное зеркало с автоматическим затемнением. Самый доступный в нашей стране кроссовер Hyundai Creta первого поколения сейчас стоит минимум 1 миллион 147 тысяч рублей. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok